Всем привет! Меня зовут Арсен. А меня Амина, и мы учимся в кимэп. Сегодня вместе с редакцией SCP мы хотим вам рассказать про самые распространенные мифы про кимэп и поделиться словарем почетного кимэповца. Давайте начнем. Итак, давайте раскроем значение слов, которые использует каждый второй студент кимэп. Митки — это рубежный контроль, их сдают два раза за семестр. Ну, в принципе, как обычно, ты трех ночей готовился. Отлично, это новый рекорд. Как дела в организации? Все хорошо. Кстати, ты идешь на тимбелли, который устраивает до фрешек? Фрешки или фрешмены — студенты первого курса университета. Да, иду, а ты? Да. Встретимся там? Да, отлично. Ай, я закрыла Монак! Ай, я Финак! Какая оценка! Не скажу. Закрыли! Финак — это Financial Accounting, в переводе — Финансовый учет. Монак — это Management Accounting, в переводе — Управленческий учет. Алло, привет, давай я позже перезвоню. У меня сейчас пара в НБ, я немного опаздываю. НБ — это New Building, в переводе — Новые здания. То самое легендарное место, где находится Starbucks. О, привет, Анина. Привет. Ты берешься на следующем семестре? А, ты забыл? Я же чешка. Чешка — студент факультета образования и гуманитарных наук. А какие кризиты ты вообще закрываешь? Ну, интро-то Computer Sciences, Social Sciences и так далее. А, круто. Пока. Пока. Миф номер один. В Кимэп легко учиться. Но на самом деле это не так. Мы также, как и другие студенты, очень много времени уделяем учебе. Большая часть профессоров являются иностранцами, а это означает, что они обучают нас строго по международным стандартам. Требовательные преподаватели не терпят опозданий, несоблюдения дедлайнов и плохого отношения к учебе. Поэтому зачастую мы учимся гораздо старательнее других студентов. Миф номер два. В Кимэп поступают только ради Старбукса. Эй, все в порядке? О, привет. Давно не виделись. Как ты? Все отлично. Ну ты что-то неважно выглядишь. Что-то случилось? На самом деле ничего просто. Сегодня у меня файнал по финоку первому. Я всю ночь готовилась и не успела выспаться. Может, тогда в Старбукс сходим за кофе, пока пара не началась? Кофе бы не помешало, но Старбукс, к сожалению, закрыт. Да ты шутишь. Я же ради этого и сюда поступала. Но у нас идет откроется. Да блин, напугала. Хорошо, хотя бы так. Миф номер три. Все студенты Кимэп транжиры. Подскажи, пожалуйста, какая у тебя была самая большая покупка за этот месяц? За этот месяц? Я покупала курсы по маркетингу. Это были очки. Честно, за этот месяц я особо не тратилась. Мы больше помогали студентам как раз таки освоиться в университете, помогали им регистрироваться на предметы, поэтому в этом месяце я особо не шопилась, поэтому не вспомню. Классно. За этот месяц это была косметика около 20 тысяч. Ты работаешь кем-то? Да, я работаю в Кимэпе, адвайзером. Окей, а ты работаешь? Нет, но я работала на Спрингчерме. Да, я работаю ассистентом генерального директора в одной компании по недвижимости. Да, я работаю адвайзером в Кимэпе. Мы работаем на полставки, 4 часа в день, в среднем 20 часов в неделю. А сколько ты примерно тратишь на еду за раз? За раз? Ну, обычно средний чек 3000 тенге, если кушать где-то в кафе рядом с Кимэпом. Но чаще всего я готовлю дома где-нибудь и просто приношу обед себе на работу в Кимэпе. Ну, все зависит от настроения. Например, я купила кофе в кофе-топе за 850 тенге. Ну, в среднем от 1000 до 3000, в зависимости от того, где я кушаю. Сколько в среднем ты можешь потратить на еду за один раз? За один раз, если покушать, ну, около 3000. Миф номер 4. В Кимэп учатся 4 года. Студенты Кимэп часто посещают летние семестры, но не потому, что все из них фейлят предметы. В нашем университете есть возможность завершить обучение как за 3 года, так и за 10 лет. Всем привет, меня зовут Ребек, мне 17 лет, я учусь на втором курсе в университете Кимэп. Мой мейджор — маркетинг. Привет, меня зовут Азат, мне 22 года, и я учусь на первом курсе Кимэпа. Миф номер 5. В Кимэп учатся только богатые. И это действительно так. Как говорил Билл Гейтс, богатство — это прежде всего состояние души и способность создавать богатство. Студенты Кимэп действительно богатые, ведь у них есть возможность завести надежных друзей, повстречать здесь любовь всей своей жизни, получить доступ к качественному образованию с иностранными преподавателями. Яркая и насыщенная студенческая жизнь, уезжать учиться по обмену в другие страны. Легко находить работу после завершения обучения, заниматься благотворительной деятельностью, а также развиваться и познавать себя.